МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Алексей Кован. Главным темам этого дня. Завтрак не огонь. Перчики горят на карамзина. Хорошенько так вообще. Виновнику пожара в популярной пиццерии придется отвечать не только за испорченный аппетит. Погорел бизнес соседей. Засолка на зиму. Этим материалом, кстати говоря, лучше всего солить капусту, а не улицы города. Какой дорожной приправой посыпят улицы в этом году? И чем конкретно новый реагент отличается от скандального Бионорда? Заоблачные планы. Заселить еще ровно такое же количество жителей, еще 12 тысяч. Ну, это, наверное, психоз. Это убьет, в принципе, и сельсовет, и район в том числе. Солонцы хотят застроить высотками и поселить там 12 тысяч человек. Все бы ничего, но там ни сетей, ни детсадов, ни дорог. Точное попадание. Получилось. А не должно было. Надеемся, ваши планы на выходные реализуются так же метко. А мы вам поможем в этом. Смотрите афишу. Пожар сорвал завтрак в ресторане «Перцы» на Карамзина. Огонь вспыхнул утром, но больше всего неприятностей доставил вовсе не клиентам, а соседним торговым точкам. Что о причинах ЧП говорят сотрудники и пожарные, и чему владелец бизнеса может радоваться, расскажет Ксения Гречихина. «Перчики горят на Карамзина, хорошенько так вообще». И горят они действительно хорошо. Огонь вырывается из окон, едкий дым распространяется по округе, а белые росы превращаются уже в серые. Таким их сделал пожар, который застал врасплох сотрудников заведения общепита и тех, кто решил позавтракать не дома. Повезло, что никто не пострадал, хотя в момент пожара в здании находилось почти 40 человек. Впечатлений, причем малоприятных, осталось много. От страха некоторые сотрудники выходили на улицу в слезах. Как только появился дым, всех из кухни, из зала, всех выгнали. Гостей, слава богу, не было. Когда заходили первые гости, сразу сказали о том, что сейчас небольшие технические проблемы, и из-за этого всех тоже выгнали. Дым очень быстро распространился. Насчет огня точно сказать не могу, потому что это все происходило на закрытой кухне. Так что там, скорее всего, по кухне много огня было. Рабочее утро не задалось и у сотрудников магазинов всего торгового комплекса, в котором находится ресторан. Дым разошелся по всему зданию. Работникам магазинов тоже пришлось эвакуироваться. Все вышли с вещами, без вещей. Закрыли магазин, ожидали пожарника. Страшно было все. Ну, конечно, да. Мы все работники торговли, комплекс большой, все на работе, да. Переживаем, что с магазином, как вообще сейчас, будем, вот ресторан в нем. Очень много наших покупателей ходили. А пока одни переживают за погоревших коллег, другим пришлось самим столкнуться с последствиями пожара. Несколько часов торговый комплекс стоял без электричества, а вода от тушения сочилась по этажам. Съем слона точно по колено, воды. И сейчас к нам как раз красный аэр будет стекать потихоньку. И там чуть-чуть бума у нас пока, по крайней мере, будет. Нам сейчас нужно будет убираться все, не знаю, как с заморозкой у нас сейчас все будет. Что происходит внутри, узнать не удалось. Однако даже через слегка приоткрытые двери видно, как сотрудники пытаются спасти остатки продуктов, выносят мешки с мусором и шлепают по лужам. Есть разрешение на съемку? Скорее всего, очаг возгорания находился именно здесь. Поэтому сейчас тут выбито стекло. Именно так пожарные добирались до огня. На асфальте лежат осколки стекла. Фасад здания обгорел. А со слов очевидцев, причиной возгорания стала обычная фритюрница. Отчасти эти слова совпадают с предварительной версией МЧС. Причиной возгорания они называют короткое замыкание в электроприборе. Тушили пожар 30 человек. Ликвидировать огонь всего на 15 квадратных метров удалось спустя час. И в этот раз еще повезло. Невыключенная фритюрница в нетипичной пельменной два года назад стала причиной масштабного пожара в торговом центре на взлетке. Там огнем охватило 200 квадратных метров. А после подтверждения причины возгорания, СУ-шефа, которая не выключила фритюрницу, приговорили к году исправительных работ. При этом у женщины из зарплаты решили удерживать 10%. А чтобы найти виновника пожара на Карамзина, дознаватели сначала должны подтвердить причину возгорания. Многоэтажками на 12,5 тысяч человек собираются застроить землю в поселке Солонцы. И все бы ничего, если бы местные жители не жаловались. То электричества нет, то воды, школа переполнена. Не хватает детского садика. И из поселка все еще один выезд в город, который собирает приличные пробки. Кто решил воздвигнуть здесь 17-этажки, разбиралась Наталья Архипова. Жители Солонцов искренне не понимают, как у них в поселке, где годами не могут решить проблемы со светом, водой и дорогами, можно построить многоэтажки. И не просто новостройки, а большой проект. 40 гектаров, почти 380 тысяч квадратных метров жилья на 12,5 тысяч человек. С таким проектом сюда хочет зайти застройщик из Иркутска. А как из города вы туда будете заезжать? У нас там нет ни лепестка, ни второго уровня. Через Дрогинскую развязку. Через Дрогинскую развязку. То есть это вот такой круг делать и заезжать. Понимаете, что не поедут. Поедут все через Бавалэн, поедут через Живёк. Вопросов к жилому району Медовые луга больше, чем ответов. Далеко ходить не надо. В Солонцах постоянно проблемы с водой. Вчера очередные аварийные работы. Мы приезжали сюда летом, когда воды вообще не было неделю. Центральный водопровод не справляется, особенно в жаркий сезон. Есть проблемы и с электричеством. А приезжие строители уверяют, построят и водопровод, и дорогу, еще и школу. Один садик – это 300 мест. Второй садик – на 350 мест. Потребность населения проекта общеобразовательных школ будет покрываться за счет общеобразовательной школы. Предлагаем их размещение на полутора тысяч мест. Вот только даже если учреждения здесь и появятся, взять их на себя придется местному бюджету. Заселить еще ровно такое же количество жителей, еще 12 тысяч, ну это, наверное, психоз, это убьет в принципе и сельсовет, и район в том числе. А тех поступлений финансовых, которые говорит застройщик, 37 миллионов, которые дополнительно высвободятся при заселении сюда новыми жителями, только содержание школ и садиков, и уличного освещения в этом микрорайоне, как раз-таки вот эти 39 миллионов и покроют. Особенно удивляет людей то, что в проекте 17-этажные дома. И возникает логичный вопрос, ведь недалеко аэропорт, возможно ли вообще такие высотки здесь строить? Многое проясняется, когда слово берет глава района. По моим сведениям, у вас все опять же на уровне разговора. Кредитной линии у вас нет. Да и начнем с вашей организации. Пытался ее найти среди застройщиков Иркутска. Ну, вот мы, наши застройщики, всех знаем. Иркутский вас как застройщика, как у нас, Сибиряк, СМ-Сити, Омеги, всевозможные арбумы, все знают, вас не знают. Оказывается, что застройщик взял участок в аренду, но в разрешении на строительство ему отказали. Несмотря на красивый проект, вопросов к нему слишком много. Иркутский застройщик пошел судиться с районной администрацией. А местные жители очень надеются, что и суд будет на их стороне. Наталья Архипова, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Красноярцам нужно больше 130 тысяч в месяц, чтобы без проблем оплачивать ипотеку. К такому выводу пришли аналитики федерального РБК «Недвижимость». Они подсчитали, что в нашем городе взять однушку можно за 5 миллионов 300. И по текущим ставкам ежемесячный взнос составит 78 тысяч рублей. Красноярск замыкает десятку рейтинга. А на первых строчках предсказуемо обе столицы и Казани. Самые дешевые однушки в Воронеже, но и там доход семьи должен быть выше 100 тысяч, чтобы комфортно справляться с платежом. Мы решили спросить красноярцев, согласны ли они с данными экспертов, и сколько нужно им в месяц денег, чтобы купить квартиру в ипотеку и спокойно ее оплачивать. Больше 100 тысяч точно нужно зарабатывать, наверное, в месяц. И каждому, и каждому. То есть и мужу, и жене. А если еще есть дети, и, как говорят сейчас, что материнский капитал дают, ну это очень маленькая сумма. И для первоначального капитала иногда даже не хватает. Вот 100 до 150. Тогда нормально можно жить с ипотекой. И с автокредитом заодно. Ну, смотрите, я студент, я живу на 20 тысяч в месяц. В своем городе я зарабатывал 80, и этого хватало за глаза. Я думаю, здесь в районе 80 тысяч, если ты живешь один, и у тебя ипотека, вполне хватит. Мне кажется, тысяч 300. Ну да, чтобы, но это придется еще очень много копить, долго. Это не все такие зарплаты получают у нас. Как видим, потребности красноярцев не совпадают с тем, как их видят московские аналитики. Отмечу, у наших экспертов строительного рынка тоже цифры несколько другие. Мы накануне озвучивали данные одного из них. Так вот, по его информации, однушку можно взять за 6 миллионов. И если у вас не семейная ипотека, отдавать придется в месяц по 100 тысяч. Даже с учетом официальной средней зарплаты в 75 тысяч рублей, которую в реальности немногие получают. Такие показатели говорят об одном. Потянуть ипотеку в одиночку и даже семье с нормальным доходом почти невозможно. Люди рискуют жизнями, а важный для облика города дом разваливается. Привести в порядок здание с башенкой никто не берется. Речь о конструкции, которая открывает перспективу на Карла Маркса. Вместе с похожим зданием, напротив, они создают органичную композицию. Только вот жить в этом доме стало опасно. В 2023 году рухнуло перекрытие потолка. Идут трещины по фасаду, разрушаются балконы. Но ни режим ЧАЭС, ни возбужденное этим летом уголовное дело никак не могут ускорить процесс ремонта. Нет желающих. Мэрия в очередной раз объявила конкурс на создание пока только проекта противоаварийных работ. Готово заплатить почти 350 тысяч рублей. Но через неделю выходят сроки. А пока ни одной компании так и не заявилось. Живой квартал, чтобы в 11 часов... Химические реагенты вновь появятся этой зимой на улицах Красноярска. Их сегодня показали нашей съемочной группе. Дорожники объясняют, без них не справиться со льдом и снегом. Безопаснее ли они ненавистного многим биомнорда? И чем еще запаслись дорожники для уборки города в ближайшие месяцы, расскажет наш корреспондент. Вот этим материалом, кстати говоря, лучше всего солить капусту, а не улицы города. Таким неожиданным сравнением ученый пытается донести простую мысль. Все, что высыпят зимой на дороге, безопасно. Не вреднее, чем соленой капусты на обед отведать. Правда, такой приправы для асфальта в этом году будет меньше. Несмотря на то, что на складе соли около двух тонн, наиболее эффективна она только до 5-8 градусов мороза. В прошлом году, когда было холоднее, в городе использовали песчано-соляную смесь. Но в результате, кроме грязи и забитых ливневок, мы получили снежный коллапс. Грязь. Засратый город. Вот и все. В этом году власти решили вернуться к использованию химического реагента. Эта новость сразу вызвала волну негатива у красноярцев. Ведь все помнят печальный опыт скандально известного биомнорда. Однако ученые говорят, что в отличие у этих реагентов есть. В новом более очищенные составляющие. Их всего два. Это поваренная соль и хлорид кальция. В биомнорде были и другие компоненты. Муравьиная кислота, азотные удобрения. Любой химический реагент не может быть полностью безопасным. Однако вот этот, сделанный в Ярославле, полностью соответствует ГОСТам. И никакого вреда для природы не несет. Нюанс. Вреда природе не несет. А вот обуви машинам все-таки да. Хоть и значительно меньше, чем тот же самый Бионорд. Коррозионная активность у него, у этого материала, в данном случае, может быть, ну, не скажу, что значительно меньше. С точки зрения окисления металлов. Но, опять же, растворы, концентрация которых будет значительно меньше при распределении соли, не так активно будут влиять на металл автомобилей. Новый реагент будут использовать при температуре от минус 8 до минус 25 градусов. При более низких температурах в ход пойдет уже песчано-солевая смесь. Полностью отказаться от нее пока все-таки не получится. Городские власти не хотят повторения опыта прошлой зимы. Для того, чтобы в современном большом мегаполисе, таком как Красноярске, содержать уличную дорожную сеть в нормативном состоянии, требуется применять современные противоволебные материалы. Поэтому в этом году мы будем стараться не допускать наката, не допускать колейности, следить за состоянием уличной дорожной сети в нормативном ее состоянии. Важный момент, который необходимо переосмыслить – своевременная уборка снега, подплавленного реагентом. Дорожники уже признавали, что раньше не слишком расторопно работали, не успевали вывести такой снег с улиц. Что касается техники, то сейчас ее предприятия достаточно. Только вот вывести в город все одномоментно все равно не получится. Одновременно могут работать не больше 30 колонн. Если в рейс выйдет больше, то они будут мешать автомобилистам и создавать пробки. Да и рабочих рук все еще не хватает. Штат заполнен примерно на 70%. Средняя зарплата дорожника – 75 тысяч рублей. Но даже при таких выплатах красноярцы не очень-то охотно заполняют вакансии. Снова в ход пойдут две снегоплавильные машины. Одна будет работать на Мичурино, вторая – в Тихих Зорях под Николаевским мостом. А те осадки, что не расплавят, будут складировать на снегоотвалах. Они остались те же, что и в прошлом году. Сергей Митрухин, Григорий Горячих, Ульяна Подгоецкая, Седьмой канал. Я бы обалдел. К такому меня не готовили. Так красноярцы отзываются о происшествии на улице авиаторов. Там во время движения у легковушки отвалилось колесо и прилетело в лобовое стекло другой машины. Удивительное дело, но водитель после такого попадания продолжил путь. А вот хозяин машины, внезапно ставший инвалидом, еще долго простоял на проезжей части, периодически собирая на ней небольшую пробку. Главная городская елка и ледовый городок на острове Татышев откроются 27 декабря. Время станет известно позже. А, кстати, это пятница, но последняя неделя года будет шестидневной. Вот прямо как сейчас. Надеемся, вы держитесь. А сейчас расскажем о других новостях. Коротко. Буйного пассажира сняли с поезда на станции Иланская. Он курил в тамбуре, несмотря на все запреты, и ругался отборным матом на проводника и других пассажиров. Чтобы усмирить неадекватного мужчину, на помощь прибыли полицейские. Они же и выпроводили из вагона дебошира и составили на него административный протокол. Долгожданный ремонт музыкального театра закончили. На нем обновили фасад, и любимое красноярцами место обрело совершенно новый вид. А приглушенная подсветка теперь создаст особую атмосферу для тех, кто не прочь вечером посидеть в сквере. Иначе выглядит не только фасад вдоль проезжей части, но и входная группа справа от здания. Пешеходный мост УБКЗ снова запел. Красноярцы заметили, что давно не слышали мелодии в его исполнении. Оказалось, возникли неполадки с оборудованием, но сейчас проблема решена. Услышать арфу, так называется этот мост, можно в любой день с 9 утра до половины 10 вечера. Напомню, переход между филармонией и музейным центром построили два года назад. Он заменил аварийного предшественника. Арфе добавили музыкальное сопровождение из-за необычной формы и тросов, напоминающих струны. Каток на стрелке готовят к открытию в конце ноября. Там уже собрали шатер и обновили ограждение. А сейчас укладывают подушки из песка, на которые положат айсматы и, наконец-то, начнут заливать лед. Но точная дата открытия будет зависеть, конечно же, от погодных условий. Лучший педиатр России живет в Красноярске. Это врач, которую знают сотни маленьких пациентов и их родителей. Елена Тарасевич долгие годы работает в поликлинике номер 4. Это в Зеленой Роще. Детишек она наблюдает с рождения. А мамочкам всегда готова рассказать о преимуществах кормления грудью, а не смесями. Посоветовать, как избежать типичных детских инфекций. И, конечно же, как и все, горит своим делом. Елена Анатольевна убеждена, ей повезло с призванием. Все педиатры, они все молодые. Может, кто-то, ну, в душе все молодые. Это самая лучшая профессия. Вот самая лучшая. За то, что мы можем помочь детям. Да и не только детям. Ведь наша работа, она в большей степени связана, даже не знаю, у кого мы больше лечим, детей или их родителей. Коллеги рассказывают, Елена Анатольевна просто кладезь знаний. Она постоянно участвует в специальных семинарах и конференциях, повышая уровень профессионализма. К работе подходит с душой и знает, как найти общий язык с любым ребенком. Например, одно время она даже красила ногти разными цветами, потому что малышей это отвлекало и успокаивало. А для деток постарше у нее всегда есть раскраски или наклейки. Она очень хороша, всегда подарки дает, всегда хвалит. Смотрит очень хорошо. У Елены Анатольевны мы наблюдаемся с самого рождения. Елена Анатольевна – это врач от Бога. Она очень внимательная, отзывчивая, обращает на каждую деталь внимание. Сегодня настоящий четверг. Ведь неделя шестидневная, но мы все равно подготовили для вас афишу. В первые ноябрьские выходные в Красноярске будет масса развлечений. Спортивных, театральных и джазовых. Мы подобрали для вас самые интересные события, чтобы даже рабочие выходные вы провели нескучно. Почувствовать себя актером, заглянуть в мир за кулиси и примерить театральные костюмы – об этом, наверное, мечтает каждый зритель. И в эти выходные на «Ночь искусств» возможность обязательно появится. Но это еще не все чудеса, которые ждут красноярцев. «Ночь искусств» в театре оперы и балета посвятят 225-летию со дня рождения Пушкина. Поэтому посетители смогут поиграть в настольные игры с самим солнцем русской поэзии. Для гостей вечера проведут экскурсию по всем закоулочкам театра – тем, куда вход зрителю обычно запрещен – за кулисами, по сцене, репетиционным залам. Зрители смогут нанести себе грим и даже своими руками сделать реквизит для премьеры «Севильский цирюльник». Конечно, будет опера, но нестандартная. Классические хиты наши оперные солисты исполнят в стиле битбокс. Приходить можно с 8 вечера до 11 в любое время. И попасть на эти локации можно будет, что называется, по кольцу. Это все будет закольцовано, и вы можете прийти и идти в любом направлении, пойти на любую экскурсию, поиграть, накраситься, одеться. Ходить по площадкам театра вы сможете сколько захотите, а заплатить за это нужно всего 100 рублей. Ценители музыки готовьтесь услышать бархатный баритон. В Красноярск едет мистер Мелвин. Он исполнит свои композиции в стиле джаз, блюз и фанк. Свои таланты и мастерство он оттачивал на родине джаза в Новом Орлеане. Мистер Мелвин радует своих слушателей и любителей джаза, выступая на ведущих площадках Европы. Кстати, в Красноярск он приезжает уже второй раз. Своих слушателей Мелвин будет ждать в субботу в рок-клубе «Сорока» в 9 вечера. Премьера фильма «Возвращение попугая Кеши» понравится всем от мала до велика. Главный герой будет решать знакомую многим проблему. Как заработать денег весьма необычным способом. Вы договор? Вот попугай. Работа, мечта, реально. В руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай. Девушка главного героя ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может прокачать Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор. Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй попугаю найти и вернуть его птичью возлюбленную, с которой их когда-то давно разлучили. На экраны фильм вышел уже сегодня, поэтому почему бы вот прямо после нашего выпуска новостей не сходить в кино. Ну, в этом деле я не профессионал, а посмотреть на тех, кто ловко управляется с мячом, вы сможете в воскресенье. У баскетбольного Енисея состоится принципиально важный домашний матч. Противник – команда из Самары. А тренирует ее бывший наставник Енисея Дражин Анзулович. Специалист из Сербии провел в нашем городе 4 года, а когда переехал на новое место работы, забрал с собой 5 игроков Енисея. Теперь этот клуб – один из самых принципиальных соперников для нашей команды. Матч точно будет зрелищным и не менее захватывающим, чем последняя игра нашей команды. Баскетболисты Енисея и Нижегородского Пари-НН весь матч шли очко в очко. Развязка наступила только на последних секундах. Неточный бросок игрока-гостей и победа нашей команды – 79-77. Получилось! А не должно было! Надеемся, что и у наших спортсменов обязательно все получится. Ксения Гречихина, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Александр Глесков подаст апелляцию на вердикт судьи, вынесенный 2 октября. Вместе с юристами он подготовил увесистый документ на 21 страницу и намерен до 8 ноября направить его в соответствующую инстанцию. Отмечу, Глесков продолжает оставаться депутатом. Этот статус с него могут снять только если Краевой суд подтвердит виновность народного избранника. В таком случае в течение месяца этот вопрос должны будут поднять на сессии ЗАГС Собрания и направить это решение в избирком. Оттуда – однопартийцам Глескова. Те, в свою очередь, должны выдвинуть нового кандидата на место в парламенте. Но даже после этого Глесков намерен идти по вышестоящим инстанциям и отстаивать свою невиновность. Подробнее об апелляции читайте материал нашего корреспондента Дмитрия Мамаева на сайте Седьмого канала. Адрес вы видите внизу экрана. А с полным текстом возражений Александра Глескова можете ознакомиться в нашем телеграм-канале. Для этого перейдите по QR-коду. Налоговые льготы, субсидии от государства и масса других преференций. Компаниям, которые готовы вкладываться в развитие северных территорий края, обещают взаимную помощь в поддержке бизнеса. У таких предпринимателей даже название особое есть – резиденты арктической зоны. Как они делают жизнь северян лучшим, что получают взамен и как оказаться в их рядах, расскажет Александра Овдина. Норильск продолжает развиваться. Самый северный город края входит в арктическую зону со специальным правовым режимом и мерами государственной поддержки для бизнеса. Этот механизм позволяет местным предпринимателям привлекать инвестиции в открытие новых предприятий, создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. Предприниматели могут получить участки под строительство вне конкурса, а специальные налоговые условия способствуют тому, чтобы компании инвестировали, например, в обновление оборудования. Так, одна из них запустила производство резиновых покрытий из вторсырья. В Норильском промышленном районе регулярно обнаруживали несанкционированные свалки шин и покрышек, которые при возгорании выбрасывали токсичные вещества. Выбранная нами технология утилизации шин и покрышек не сопровождается вредными выбросами, как и другим воздействием на компоненты природной среды. На сегодняшний день жители и предприятия города Норильска имеют возможность передать свои отработанные шины и покрышки на переработку наиболее цивилизованным способом. Затем полученные после переработки покрышек материалы применяют в производстве, например, покрытий для детских площадок. Их активно используют в разных учреждениях Норильска. Завод стал первым резидентом арктической зоны России, который получил официальный статус утилизатора в Росреестре. Другая компания построила и запустила в Норильский завод по производству асфальтобетонной смеси мощностью 160 тонн в час. В 1922 году, благодаря статусу резидентства, получила участок без торгов, получила тех условий от НТЭК для подключения собственной подстанции. В 1923 году запустили собственную подстанцию для запуска асфальтобетонного завода. По второму кварталю 1925 года планируем выйти на муниципальные контракты для улучшения качества норильских дорог. Это предприятие стало вторым заводом по производству асфальтобетонной смеси в Норильске. Теперь у города в два раза больше мощности по изготовлению асфальтобетона для укладки дворовых территорий и улично-дорожной сети. Всего в статусе резидентов арктической зоны Красноярского края работают 32 компании. Координирует их работу и оказывает помощь Корпорация развития Енисейской Сибири. На текущий момент, чтобы стать резидентом арктической зоны, необходимо инвестировать более 1 миллиона рублей в свои инвестиционные проекты. И тогда компания может воспользоваться преференциальными условиями ведения деятельности. Это налоговые преференции, административная поддержка и иные виды поддержки. Меры господдержки позволяют предпринимателям быстрее реализовывать инвестпроекты, выходить на прибыль и создавать новую инфраструктуру для жителей арктических городов. И теперь информация о погоде. В пятницу 1 ноября в Красноярске переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ночью 4 градуса холода, днем до минус 1. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наш вайбер ватсап номер 8 391 2 900 333, а также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами был Алексей Кован. Увидимся!